С Минска до Бреста можно добраться за 10 хвилин. Если не верите, приходите в музей Волунов, чтобы это упоянуться. Основу экспозиции складает рельефная карта, на которой за несколько хвилин можно опынуться и на Минском возвышении, на Немасканезине, и в Полессе. Стежки для прогулок отповедают рекам нашей краины. А Волуны на каменной карте находятся на тех местах Мини-Беларуси, откуда были привезены. Вот эта композиция символизует Холмские вороты, Брестская крепость, и размещена она на той части территории, которая отвечает городу Брест. Волуны имели великое значение у життежих рост-тарожитной Беларуси. Им поклонялись, как идолам, и нават лечили их людьми, яких злая сила перетворила у камняни. Например, камень Дед ранее стоял у центра Минского языческого капиша, якое исновало на березе Свислочи. Одним из цикавых экспонатов нашего музея з'является камень, где остались отбитки старожитной человека. Гэтый солярный знак означал веру у дождь Бога, а другий – у выгляде лука, напевно, у Перуна. Зараз у музея больше за две тысячи волунов, и усеяны мают богатую историю. Сюда можно прийти в любой час и абсолютно свободно, никаких квитков не потребно. Приходьте послухать, об чем шепчут каменные волоты, соправданные святки истории беларуской земли. Субтитры создавал DimaTorzok